Приветствую, приветствую, Володя, приветствую. Очень хорошо, что мы встретились, да, очень хорошо, что мы встретились, потому что очень интересно, кто вы, чем занимаетесь. Пожалуйста, представьтесь и расскажите нам. Добрый вечер, Хасай Магомедович. Володя, меня зовут, обычный человек, простой. Из Ростовской области я. У меня судьба так сложилась, что изначально мне было интересно. Все необычное, все такое новое. И получилось так, что в один прекрасный момент, в далекие годы, я ознакомился, как сейчас расскажу, с системой ключ. Включаю телевизор, и была такая передача «Это вы можете». «Помоги себе сам». Она была вообще изначально о машинах, о всяких поделках, которые делали, и трудно было очень продвинуть. И ведущей потом в итоге, она переросла в нужное такое для людей. Я считаю, формат для людей, это формат был такой для людей, очень нужный. «Помоги себе сам». То есть, люди, на тот момент была жажда у человека к самопознанию, развитию. Мы ведь не знали многого. Это было много-много лет назад. Это было ничего в СССР. Да, это было СССР. Именно СССР было. Именно так оно и было. И тут я включаю телевизор, и такой обаятельный человек, с такой харизмой, представили Хосей Магомедович Алиев, из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, рассказывает такую вещь. А я сразу смекнул, да, там люди были. Не просто. И тут в простой, доступной форме рассказывают такие вещи, которые мы представить себе не могли на то время. Один вопрос можно? Ну, конечно. А что это у вас очки такие? А это вот очки, лампа на меня светит. А, на секундочку так просто... Как комодация, я подвергнулся. Очень-очень здорово, да. Очень здорово выглядит. Ну, напоминает какого-то это... Ну, да, напоминает. Ну, может так, да. Товарища, которого... Ну, некоторые меня за батюшку принимают, некоторые... А я из старинного казачьего рода. Вот. Ну, это отдельный разговор. Вот. Станица Гундеровская наша. Это чем она знаменитая? Новочеркасская, это же была столица раньше казачья. А из станицы Гундеровской самые были преданные у царя казаки, набирали. У нас даже Буденного чуть в плен не взяли. Ну, это уже исторический факт. Там написано в книге «История Донского края», что он убежал на броневике. Было такое дело. Вот. Гундеровскую станицу разоружали очень долго в советское время. Я тут неподалеку жил около милиции и видел, как машины приходили. Нет-нет, периодически находили там вот эти схроны казачьи. Вот. Но я лично сам не видел, но рассказывали, казаки плакали, когда особенно забирали у них шашки. Плакали казаки. Именно слеза были. Володя, скажите, пожалуйста, чем вы сами занимаетесь? Ну, я шахтер бывший. Я до армии в шахте работал. После армии тоже вернулся на шахту. Пока нас в шахте шахты во время перестроечных времен не закрыли. Ну, преступное это было такое решение. Я не знаю, сверху. Безвозвратно. Их восстановить теперь очень. Ну, вы там в шахте как себя чувствовали? Как себя чувствовали в шахте вообще? Вспоминаю такой, значит, момент. Посмотрев эту же передачу, мы увидели, было, ну, вначале нечто такое. Мы там годами читали, через какое-то время мы должны достичь просветления, состояния медитации. А тут рассказывают на пальцах, как это легко и просто доступно. Это может каждый, как оказалось. И передача называлась, это может ключ. И что интересно, ключ. Как было точно, точное название ключа этой методики было придумано. Это вообще гениально. Ну, спасибо большое. Но это не я придумал название. Я придумал метод, это название дали сами испытатели, летчики, которые летали в невесомости, космонавты. Когда я группу проводил, когда я им предложил, что вы представьте себе, что вы в невесомости, у них стали руки всплывать, вот так, а у кого-то нога пошла, и кто-то говорит, ой, говорит, зуб перестал болеть, а другой говорит, а у меня усталость прошла. Ну, тогда были, это было в 81-м году. И тогда кто-то сказал, так это же ключ, потому что, ну, вот с того момента и пошло вот это ключ, ключ. Именно, именно. И вот, когда мы увидели этот, ну, мы читали, это им заумные фразы такие, медитация, что она используется и в йоге, и в боевых искусствах, и везде. Да она везде может использоваться, этот ключ, оказывается. Везде. Я расскажу, как это. Ну, мы же посмотрели, и в один прекрасный момент пришли же на работу, и когда тормозки съели, сидим же же и начинаем обсуждать. Ну, чтобы пока усвоилась пища. Это в шахте, да? Да, внутри в шахте. Вы же знаете, это тяжелая, там, во-первых, атмосфера какая, и запыленность, и вообще условия тяжелые. И вот съев там тормозки, шахтер, он как, он уже его разморило там, он на волевых усилиях, а надо работать, он берет, и на волевых усилиях себя заставляет работать, потом еще и приходит, и бывает недоспал, а у него же дома еще там дела, и в итоге, а у него дети там, жена, их надо растить, воспитывать, и в итоге он опять идет в эту шахту, и в итоге у него наступает выходной, и вот он начинает это, чем этот стресс гасить, и начинает тянуться к алкоголю. В итоге, и ничего, вот он напьется, и вынужден опять идти на работу, с такой головой, но я не о себе сейчас говорю, я... Я понимаю, то есть шахтеры, они, в принципе, там уставали, в такой напряженной работе, да? Да, да, да. А в воскресенье шли домой, и выпивали еще, да? Да, выпивали, потому что... Потому что стресс надо снять, да? Да. У него забота, у него голова забита. Я разговаривал, я разговаривал. Я говорю, что ты вот пришел уже с тебя, вот нарядный там, наряд на наряде, вот перегар, ты кочегарил, да, да. Ну, а в итоге я потом понял, что вот он ничего не видит за работой. Вот он отработал, пришел, дома проблемы, детей надо одевать, обувать, воспитывать, обучать, учить, то есть, чтобы поступил там, и тому подобное, и чтобы жена хорошо выглядела, и так далее, и тому подобное. И вот он ничего не видит, и чтобы как-то вот это вот, вот это, что на него психологическая нагрузка, чтобы не думать постоянно об этом, он тянется к бутылке. Вот большинство таких вот было, да, были, конечно, такие, которые, другие у них были идеи, но большинство к этому и тянулось, вот из-за этого, опять он идет, и ничего он не видит фактически. Вот он женился, и эту лямку как взял, и вот мы сидели после тормозков, и один из них говорит, ты видел передачу? Я говорю, конечно, видел, я аж там, говорю, вот-вот разводишь руки, а что за передача? Не все ж видели? И мы вот на тот момент быстренько, легко и просто обучили еще нескольких человек. Ну, о, все, руки расходятся, как здорово, настроение у всех, уже позабыли все. Вот. Руки расходятся, они знали, что же делать дальше. И в итоге у нас родилось, вот у нас коллектив такой был, ну, встречались на работе, особо, ну, ничем не занимались, особенно, а занимались именно, ну, пытливый ум у людей был. И у каждого получилось свое, как бы, развитие этого дела. Вот один, я знаю, начал стихи писать, другой музыку писать, третий тоже помогло, другой вообще не стал это, как сказать, выпивать. Вот это очень интересные моменты. Они стихи начали писать, музыку стали писать, после того, как делали эти упражнения, у них, как ты говоришь, Володя, просветление получилось, или что это? Именно, именно, вот, значит, разговариваем с одним, едем в автобусе, и он говорит, товарищ говорит, ну, другой, ну, что будешь брать на грудь, это значит, уже будет. Да, придется. А я ему и говорю, слушай, в передаче было сказано, такая вещь, что мозг, это железа, и она вырабатывает эндорфины, естественно, Хосай Магомедович говорил, говорю, вот, мы же записали, был повтор, и мы записали на видеомагнитофоны, чтобы показать, что это действительно результат. Я говорю, возьми, и как-то мы встретились, был турслет, то есть, от наших шахт, от предприятия, там была вот эта гражданская оборона, там в противогазах бегали, там все эти дела, потому что это даже заканчивалось возлиянием, накрытием стола, вот такие дела. А я говорю, слушай, а давай ты не будешь. Ну, мне не предлагали, потому что мне уже знали, что я там отжимаюсь, там и так далее, он там с гантелями ходит, и так там, ну, такие байки, знаете, что они шпаткалывают друг друга, как шахтеры там, то там, как сказать, там начальник у нас был, заноза в теле перестройки, тогда же перестройка была, это типа такие были высказывания, я его отзываю, говорю, давай, я говорю, ты попробуешь войти, ты же уже входил там, вот, и помечтай, как будто ты накатил стакан, вот такое дело. То есть, уже прием ключа, и представил, да, вот, да, ну, давай попробуй, но я все равно, говорит, после этого, я говорю, ну, начал, входи туда поглубже, а нужен, я вот заметил, в самой методике, нужен человек, какой-то проводник, я назвал это слово, который бы немножко корректировал, что-то помогал, вот, с этими образами. Ну, человеку, который не в курсе дела, он же не знает, что себе представить, да. Вот он вошел, отрешенный взгляд у него, он уже смотрит, как-то непонятно рассеянный, расслабился, закачался, закачался, там такое, я ему говорю, вот смотри, рука у тебя сейчас берет стакан, а у него действительно поплыла рука, это он уже опрокинул, там все же это дело, то есть, начала, обратная связь пошла, я смотрю, вот говорю, вот берет, там холодненько, я же еще красочно рассказываю, там, вот, еще, еще, и это, ну, тебе весело, там, и самая норма, не больше, не меньше, и вот он веселый, и потом в этот момент выходит из этого состояния, он, я говорю, ну, все, выходит, я говорю, посиди, отдохни, посмотри, вдаль на речку посмотри, ну, вот, он посмотрел это все дело, это же состояние ноль, реализация принципов. Ну, Володя, вы уже в курсе всего этого, я так понимаю. Ну, вы знаете, что после этих приемов, как помечтаешь там, в этом состоянии желаемых перемен, именно в себе, помечтаешь, а потом сидишь в состоянии посидействия. Ну, я так понял, уже в курсе дела. Вы, наверное, в нашу школу зашли, в человек будущего, Гомокультурс, нет еще? Самое лучшее, да, я заходил, заходил. Понятно, а то я вижу, вы уже в теме, ну, молодцом, молодцом. Ну, передача была мощнейшая, я считаю, вот эта передача, которая, две передачи было, которые мы нашли в этот, в гостехнике, в телефонде, было найдено, немножко доредактировано, улучшено качество, и соединено. Из архива, из архива, старые телевизионные, тогда еще ЦТ было, центральное телевидение. Так точно, так точно, ЦТ было. Конец 80-х, конец 80-х. Именно, именно. И вот этот момент, с чего по стране пошло, помоги себе сам, всегда. Именно так. Я считаю, на дачи пошло, да. Самое лучшее, я считаю, там, я, правда, другие не шибко сильно смотрел, и что, как у вас такая харизма была, вы подкупили весь, как, всю публику, как все, буквально говорили, в автобусах говорили, на остановках говорили, в шахте говорили, все сидели, руки разводили, это было у нас так, потому что жажда, народу было это нужно, нужно. Вот. И что интересно, подошла какая-то девушка, а он, смотрю, начал вести себя, вот этот паренек, как выпивший, и давай в обнимку, и расторможенный, он немножко такой застенчивый был, а он растормозился, и все, и все, смотрю, он это все там, кто выпивали, его зовут, а он уже с девчатами, гитара там, и пошло-поехало, а потом же ж мы уже, когда ехали, я говорю, слушай, ты ж не пил? Да, не пил, глянь, елки-палки, я говорю, не, а я, как пьяный, мне так было хорошо, без всякого, вот это же извлекал организм из памяти, когда тебе было, ты как бы это, решал проблему, а теперь, я говорю, тебе не нужно будет, ты вспомнишь. Вот я, Валерий, я прошу прощения, мне сейчас надо для всех наших слушателей, кто смотрит наше видео, дать некоторые пояснения. Да, 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 именно в состоянии саморегуляции, в режиме саморегуляции, который включается вот этими ключевыми приемами, но это один из приемов, левитация рук, там много разных приемов, самое главное, каждый человек должен подобрать себе лично то, что ему больше подходит, лично, персонально, сам подобрать, но перед этим представить себе, что он хочет в этом состоянии себе вообразить, чтобы у него включились эндорфины, чтобы у него организм лучше работал на таких органах, дыхание лучше стало, голова стала яснее, чем он хочет потом заниматься, как Володя говорит, стихи писать там или картины рисовать, и там открывается это все, вот эти все резервные функции мозга, они включаются. Вот это я хотел бы дать большое пояснение, что прежде чем использовать ключевые приемы, хорошо бы себе намечтать, что ты там хочешь в этом состоянии саморегуляции, которая настроена уже на то, чтобы реализовать твои установочные задачи. И ты намечтал себе вот это, в данном случае, Володя, расскажи, когда он помог намечтать этому товарищу. Да, необходим, поначалу необходим какой-то, ну, как назвать его? Проводник, ты сказал. Да, такое слово, проводник, который... Ну, если человек научился этим приемам, уже ему проводник особо и не нужен. То есть, самое главное, вот хорошо бы тогда сделать анализы крови, биохимию, и мы бы там увидели, а мы потом делали, ну, за эти годы же много исследований прошло, там увидели, как меняется работа мозга, как меняется биохимия, состав крови, все-все-все меняется в лучшую сторону, как он себе представил. Да, это вот действительно... Но мы сейчас не будем касаться лечебных моментов, а только оздоровительных моментов и творческих моментов. Да, я больше мешать не буду, послушаю. Да, это очень интересно. Дело в том, что есть вопрос именно к вам еще, чтобы вы пояснили, именно знаете, какой метод. Вот мы имеем, да, два основных, это сон, бодрствование, и вот гипноз – это что-то нечто среднее, да, между сном и бодрствованием. Правильно? Сейчас секундочку подзвоню, сейчас я отвечу, буквально на секундочку. Алло. Да-да, Людочка, ты знаешь, я сейчас очень занят, через полчаса я освобожусь. Мы-то ролик записываем до школы, что я могу сказать. Давай. Хорошо. Есть у нас, напомню, сон, бодрствование, и третье состояние, которое по-разному называют, разные, ну. Ну, сейчас я скажу, у меня в модели мозга, которые я создал, у меня там четыре агрегатных состояния, четыре. Ну, это как вот весна, лето, осень, зима, такие же качественно разные состояния, четыре. Это обычное состояние бодрствования, там много доминанта, это состояние для выбора решений, что ты хочешь. Вообще, в жизни, для принятия решений, конкуренции доминанта. Потом, там состояние транса, транса, это когда одна доминанта всегда. Альфа состояние, да? Да, это будет вот это альфа состояние или нейтральное, такое нейтральное еще, в нейтральном состоянии это переходное состояние между четырьмя базовыми состояниями. То есть, вот обычное состояние бодрствования, это состояние для возможного мышления, принятия решений и так далее. А вот это состояние, когда одна доминанта, это транс. Это транс. Там всегда одна доминанта, в каждый следующий момент она просто меняется по содержанию. В данном случае он представился и что он выпил. У него одна доминанта. И эта доминанта психофизиологическая, вектор внутримозговых отношений в нейросетях мозга, она как раз таки и дирижирует всеми внутренними процессами. Всеми внутренними процессами. Если бы он там представил себе, что теперь он каждый день будет лучше себя чувствовать, утром бодрее просыпаться, у него будет хорошее настроение, несмотря ни на что, что бы там ни случилось, он всегда себя восстановит. У него вся биохимия в этом направлении. Поэтому там можно и психосоматику как-то контролировать, там можно и таланты у себя открывать. Это состояние, когда одна доминанта. Это транс. Мы называем режим саморегуляции. Потом есть состояние сна. Биологический сон, когда человек спит и ничего не видит, никаких сон. Сон глубокий восстановление. Восстановление, условно сказать, смартфоном мозга, как на зарядку поставили. А вот есть еще сон со сновидениями. Это когда человек спит глубокий сон, какие-то моменты, у него там веки начинает подрагивать, он сон видит. Он может за одну минуту видеть целую часть жизни. Там другое время, другое состояние работы мозга. Эффект быстрого сна, когда подрагивает. Просто в модели работы мозга у меня есть в скайпе, не в скайпе, а в сайте, если посмотреть, набрать у меня стресс с сайта первого, старый. Там в архиве есть новая модель работы мозга. И там получается четыре агрегатных состояния и одно переходное между ними, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. Через что в мозге все переключение происходит между этими состояниями. Так вот дело в том, что когда человек в транс попал, вызвал ключом трансовое состояние, когда он себе задает установку, у него происходит ее реализация. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Обычное состояние бодрствования очень хорошее для принятия решения, а состояние транса очень хорошее состояние, оптимальное для их реализации. потом сон сновидениями и вот это нейтральное состояние переходное между ими, там вообще нет доминанта, поэтому переключение происходит, нейтральное положение. Я это назвал нейтральным состоянием или свободным состоянием сознания, или вот в последнее время это состояние открыли, открыли состояние, описали, очень большой шум был по этому поводу, по всему миру, что это состояние называется сейчас по-современному дефолт работы мозга. Без этого нейтрального состояния оказывается человек не способен к самопознанию внутреннему, инстинктивному, самоосмыслению, самоосмыслению и не способен к тому, что опыты, которые у него вырабатываются, ну, например, в спорте, в музыке, в шахте, ну, какие-то опыты возникают, жизненные опыты, они в этом состоянии как раз-таки сплавляются, сплавляются в целостный опыт развития личности. Вот без этого состояния нейтрального человек не может развиваться. Но это отдельная тема, это новая модель работы. мы, может быть, еще и коснемся этого дела. Дело в том, что сейчас друг один задал вопрос, когда мы вот этот примерно эту же тему подняли, вот тоже есть состояние одно, второе, третье, четвертое, а между ними есть граница наверняка, правильно? между ними это нейтральное состояние. Между каждым из них? Каждый раз, когда ты из бодрствования переходишь в сон, или когда из сна переходишь в бодрствование, или когда из обычного состояния переходишь в транс, между ними всегда лежит вот это свободное состояние, нейтральное свободное состояние, нулевое. Через это переходы происходят Просто это когда ты допустим Просыпаешься Вот ты проснулся утром Потянулся, о чем ты думаешь Облака мысли текут Ничего внутри не задевают Вот это такое Нейтральное состояние Когда разомкнуты Мыслительный процесс И эмоциональный процесс Две половины мозга как бы разблокированы Ты о чем бы ни думал Внутри все спокойно Но ты вдруг вспомнил Что тебе сегодня на шахту идти И вдруг у тебя включилось А это ты уже перешел в бодрствую А находился там В нейтральном состоянии Но если это нейтральное состояние Углубить, углубить, там вообще пустая голова Голова пустая бывает В полном нейтральном нуле В нулевом состоянии Мысли нету и эмоций нету Останавливается внутренний диалог Диалог останавливается внутренний И вообще все Голова пустая Ну ради этого Там каратисты Там стараются Упражнения разные делать В цигуне Весь мир пытается Найти это Пустоту Пустоту в голове Поделай синхрогенастику И сделай состояние Вот это вот Тест И все Побудь И все И вот тебе Нулевое Да и сразу появляется Но это же вопросы технологии Дело в том Что мы сейчас о теории говорим Четыре базовых Агрегатных состояния И переходное Между ними Пустое Нулевое состояние Свободное Вот он испугался Говорит Ты знаешь А не сотрется ли эта грань Между этой И вот будет Человек путешествовать Сам по себе Входить в эти состояния Потому что Он Писание Дэвид Ниль Книга Когда Готовили Скороходов Особое состояние Там в Тибете Есть Вы знаете Там были Скороходы Бегали Гонцы Вот И возникала В некоторых Болезнь Они прямо Вот входили Спонтанно В какое-то Особое состояние И вот Горные реки Она смывала Они Такой силой Начинали обладать Что проходили Эти горные реки И их там Потом силой Сжимали Скрутили 20 человек Не могли с ним Справиться Его скручивали Это транс Это транс Это вот Второе состояние Базовое Транс Да Это транс Они спонтанно Входили в этот транс Спонтанно Вообще Как бы Это Как бы Болезнь своего рода И вот он и говорит И испугался Не будет ли Я вот иду в магазин А потом Раз Я тебе скажу Володя Очень интересная вещь 30% людей 30% людей Очень легко Входят в транс Они во сне Летали В детстве Вот Джек Николсон Например Он во сне Даже ходил Лунатик был Ну условно говоря Сам нам был Это уже не 30% Люди А там 10-12 Так примерно Маленький процент Но они еще глубже Они входили в транс Но Джек Николсон Его Деятельность Которой он занимался В жизни Совпала С этим состоянием Как Необходимостью Он поэтому Великий актер Он входил в роль За счет этого Так преображался Он там играл Такие роли Ну просто Весь мир его любит Знает же Николсон Станиславский Чехов Учили людей Снимать нервно-мышечные Зажимы Оказывается Когда человек Снимает нервно-мышечные Зажимы Вот эту напряженность Когда у него нет Страха ошибки И так далее И когда он Входит в образ Родины Это состояние Включается Транс И оно помогает Войти в образ И там у него Все переключается Функционально Внутри мозга И тела И он там В этом образе Живет Да Потом бывает Что он Некоторые Даже потом Отходят От этого образа Некоторое время Тоже проблемы Возникают Я просто хочу Тебе сказать Что 30% людей Очень хорошо Вот только Они руки разводят А они сразу Уже в трассе Они просто Не знают о том Что в этот момент Если помечтать О желаемых Переменах В себе И в своем будущем То включаются Внутренние Ресурсные системы И у них Так жизнь улучшится Они просто Об этом не знают И что происходит Когда человек Не в курсе Этого дела Он может Спонтанно Входить в это Состояние Будучи таким Ну мы так Говорим Более Грубым словом Легко Внушаемым И он Может себе Накручивать Разные Другие Вещи Он в этом Состоянии Транса Может себе Понавнушать Что он Больной Ну например Ударился Ругой И начинает И начинает Себе Воображать Что теперь Будет Болеть Теперь Будет Вот А ему Там Идти На шахту Или На экзамен Или На выступление А он Уже В этом Трансе И он И себя Развивает Психосоматического Больного Поэтому Психосоматика Это По существу Самонакручивание Человека Самонакручивание Человека Если он Трансовый Он себе Такое Накрутить Может Что он На самом деле Многие Даже если Истерическая Немота Истерическая Глухота Есть Такие Феномены Когда Приходят К лекарю Или К целителю Совсем Человек Ходить Не может С палочкой Ходит Его Еле-еле За руки Провели А тут Ему Сеанс Провели И он Палку Бросил И танцует Казачка Ну ты представляешь Да Потому что У него Психосоматика Была Внушенном Состоянии Сам себе Накрутил Это Впечатлительные Люди Да Вот эти Как говорят Впечатлительные Люди Ну да Можно Так сказать Впечатлительные Внушаемые Мнительные Накручивают Себе И болезни Всякие Очень много Их Таких Вот я Каждый день Вечером Сижу 7 часов В скайпе Ко мне За помощью Обращаются У меня Бесплатно 2-3 минуты Это большое Время Когда я Когда я В курсе Дело Звонит Мне Человек И говорит Ой Я задыхаюсь Сейчас Коронавирус Может у меня Коронавирус Начался Там Я 2-3 минуты Разговариваю Я говорю Ну-ка Сделай Вот так Представь Себе Что руки Пошли Она делает Руки Пошли Тебе Представь Что они Всплывают Руки Всплывают Теперь Опусти Теперь Представь Что палец Пошел Она Представила Теперь Сиди Взгляд Сделай Задумчивый Глаза Сделай Чуть Выше Горизонта Она Так Сидит Это Стадия Последействия А Что это Меня Отпустило Что Отпустило Что Это Так Хорошо Стало Вот Психосоматика Пожалуйста Поэтому Много Целителей Существует Эти Целители Врачи Же Этого Мало Понимают В этом Потому Что Врачи Лекарствами Лечит Но Сейчас Слава Богу 20 С лишним Лет Я Психотерапевтом Психологом Иминздрава Иминобразование Я Что Это Читал Лекции Сейчас Я Извиняюсь Вот У меня Жесть Алло Да Буквально Через 15 Минут Я Мой ролик Записываю Через 15 Минут Не Слышу Это Кто Это Говорит Так Слушай Я Сейчас Ролик Записываю Вот Хочу Сказать Интересную Вещь Вот Человек Звонит Это Очень Важно То Что Я Сейчас Скажу Очень Важно Человек Загружен Своей Идеей Он Позвонил И Он Хочет Сказать Я Ему Говорю Извини Я Сейчас Ролик Записываю Позвоню Через Столько А Он Мне Говорит И Я Хочу Записать Вот Мне За Три Минуты Надо Сделать Ролик И Он Продолжает Продолжает Он Не Слышит Почему Я Это Специально Сейчас Говорю Очень Многие Люди Загруженные Своими Мыслями Чувствами Они Не Слышат Что Реальность Происходит Я Ему Говорю Но Я Ролик Сейчас Записываю И Вот Приходит Так Человек Мы С ним Разговариваем Или Он С кем Разговаривает Головой Кивает Тот Думает Что Они Понимают Друг Друг Ну Тот Даже Понимает Не Понимает Если Головой Кивает А На На самом Деле Он Не Видит Не Слышит И Думает О Своем Так Вот Для Того Чтобы Человек Освободился От Этого Груза Для Того Чтобы Он Мог Наконец Понять Что Происходит Как Происходит Он Должен Наконец Научиться Научиться Хотя Бо Пять Минут День Освобождаться От Всех Печатлений Эмоций Тревог Дня Беспоко И Хотя Бо Пять Минут Побыть Самим Собой Разгрузиться Но Ключ Нужен И Для Этого Чтоб Человек Мог Освободиться Вот Если Я Сейчас Ему Показал Эти Приемы Он Бо Это Сделал Посидел А Потом Сказал Слушай Извини Я Тебе Действительно Не Вовремя Позвонил Вместо Того Чтобы Спросить Ты Занят Или Не Занят Ну Как Культурный Человек Я Психосоматически Загруженный Либо Своими Проблемами Они Не Слышат Друг Друг Они Общаются Им Кажется Что Да Общаются А потом Удивляются Почему Этот Разговор Был Неконструктивный Не Не Дал Каких Результатов Ну Все Вроде Друг Друг Поняли А на Самом Деле Разошлись Как Были При Своем Так Это Проблема Это Проблема Да Конечно Конечно И Журналист Мощнейший Мощнейший Журналист Вот это же А вот Тут у него Голова Загружена Своя Проблема Я ему Говорю Извини Я сейчас Занят Позвони Попозже А он Продолжает Своё Понимаешь Знаете Есть Интересная Тема Тоже Что Вы Подняли Очень Интересную Я Ведь Тоже Хотел Актером Но Не Актером Хотел Я Хотел Научиться Знаете Чему Интересная Тема Совсем Я не хотел Быть актером Я Хотел Научиться Входить В образ И Тут же Его Снимать То есть Понимаете Можно Вот как Практика Есть Такая Интересная Там Вот Садись Медитация Я Там Много Чем Занимался Что Снимаешь Свою Социальную Маску Хорошего Человека Снимаешь Социальную Маску Плохого Человека Остаешься Настоящий Наедине С собой Какой-то Есть Истины На самом Деле Вот Я про Это Как раз Говорю Я Как раз Про Это Говорю Да Я Прошу Прощения Это Очень Важный Момент Володя Вы Затронили Очень Важный Момент Вот Дело В том Что Человек Homo Futurus Это Человек Будущего В нашей Школе Мы Так Человек Будущего Да А Человек По Латыни Homo Sapiens Человек Разумный Для того Чтобы Человек Был Разумным Ему Оказывается Нужно Чтобы Достучаться До здравого Смысла До здравого Смысла Не быть Вот таким Загруженным Который Только собой Думает Собой Занят Перегруженный Как стакан Наполненный Расплескивается А чтобы Он мог Понимать Чего он Хочет Чего Как Достичь Этого Чтобы Он мог Слышать Из собеседника Как Жизнь Происходит Чтобы Он мог Быть Разумным Рациональным Рассудочным Хомо Сапиенс Для этого И нужно Чтобы Он был Свободный От груза Который У него Каждый День Накапливается Чтобы Он мог Освобождаться Поэтому Я и говорю О том Что Если Человек Владеет Ключом Он умеет Восстановиться Быстренько И он Пройти В себя И начать Наконец Слышать Мир Вокруг Себя Вот это же Находится В состоянии Задействованности И пять минут В день Хотя бы Надо Побыть Самим Собой Именно Побыть Самим Собой Чтобы Ты Вспомнил Кто Ты Есть Это Называется Самоиндентификация Чтобы Ты Вспомнил Кто Ты Есть По Своей Природе Что Ты Творец Что Ты Человек Вспомнил Высшие Человеческие Ценности Любовь Сотрудничество Сопереживание Чувство Чужой Боли Чтобы Ты Был Человек Вышел И увидел Какие облака На небе Улыбнулся Ну конечно И восстановил Свою Целостность Да Конечно Именно И вот Мне было Доже Было Интересно Это Дело Но я Не хотел Стать Актером Потому Что Я Хотел Узнать Именно Этот Секрет Как На себе Не Носить А вы Знаете Это Проблема Тоже Когда Они Входят В образ А потом Не могут Вот Вы правильно Сказали Психосоматика Он уже Не знает Что сделать А тянется К бутылке Тянется Тоже Решает Проблемы Через бутылку Как и Шахтер Тот же Потому Что Он не Может С образа Выйти И вы Знаете Он Начинает Вести Такими Болячками Как Его Персонаж По театру Или По фильму Теми же Болезнями Начинает Болеть Вы знаете Это Действительно Так происходит На самом деле Да Володя У меня К вам Просьба Большая Очень Интересные Темы Мы затрагиваем И самое Главное В реальности Настоящей Звонят Люди Я отвечаю Разные Проблемы Вот как раз Таки Давайте С вами Еще раз Встретимся Давайте Давайте Еще раз Встретимся Я думаю Для нашей Школы Это Очень Полезно Это Очень Полезно Людям Во-первых Узнать Что вся Психосоматика Происходит Из того Что человек Себе Это Навоображал Во-вторых О том Что можно Себе Навоображать Совсем Те Вещи Которые Ты Хочешь Себе Навоображать В-третьих Что можно Самую Энергию Стресса Которая В напряжении В неопределенности Возникает Переводить Переводить На решение Вопросов Которые Ты не мог До этого Решить Есть Какие-то Вопросы Мама Хочет Поставить Детей На ноги Отец Хочет Заработать Или Наоборот Ну У кого Как Что там Происходит Чтобы Они Могли Вот Это Напряжение Которое У них Есть В условиях Неизвестности Переводить На решение Вопросов Которые Для них Важны В личном Порядке И В социальном Смысле И Они Никак Не могли Решить И Вот Когда Стресс Чтобы Человек Знал Как Эту Лавину Напряжения Как Айкидо Вот Плетит Вот Этот Стресс Как Пешок Напряжения Раз Наклонился И Направил В нужную Сторону И Решил Вопрос Почему Айкидо Очень популярно Было На западе Стало Среди Бизнесменов Они Модель Подсознательно Бирали Эту модель Поведения Не сопротивление Силы Сила Силы А именно Вот И в бизнесе В общении С человеком Не Не насиловать Никого-то Как Один человек Сказал Вы знаете Изменить Себя Это Нужно И правильно А изменить Другого Это уже Сатанизм Говорит Это попытаться Насилие На другим Володя Поговорим Я вас прошу Очень Давайте Мы с вами Еще раз Встретимся Давайте Мы Готовимся Еще Сегодня у нас Не очень Подготовленная Встреча А такая Спонтанная А мы Подготовимся Подумаем Какие темы Затронуть Вы очень Интересный Собеседник Есть Очень Интересные Казачьи Мало Кто О них Знает Потому что Я вам Хочу Рассказать Что еще Одна Часть Тел Мы В свое Время Начали Взяли Камеру И с единомышленниками Поехали По станицам Казачьим И начали Снимать Еще Наснимали Тех Людей Которых Нет Уже Вот Они Рассказывали Это были Травники Мощнейшие Это были Вот Справляли Это развивалось Люди Не все Могли Добраться До больницы А это Семейная Традиция Представляете Это По семейной Линии Передавалось Как вправлять Вывих Плечо Там В таких Обычных Домашних Условиях Вправляли Люди Поговорим Об этом И раз Вы так Ездили Наверное Вы видели Как в сельском Хозяйстве Да Много элементов Вот сейчас Синхрогимнастику Мы показывали Например Упражнения Косить Траву Да Да В ритм Упражнения Как Толстой Лев Николаевич Заметил В ванне Карениной Что когда Левин Косил Траву Он иногда Входил В состояние Счастья Через монотонный Ритм Вот этот Монотонный Работой Включалось Дыхание Сельскохозяйственной Работой Пожалуйста Мы поговорим Об этом Хорошо Спасибо вам Володя А еще Один Момент Я хотел Рассказать Как Подготовка Казакова Это Коротенье Это может быть Напомните Маленький Казачонок Его не пускали Гулять Его Заводили В дон Пощиколотку Давали деревянную Сабельку И вот он Шашкой Рубил Дон И одет Рядом Стоял Дед И смотрел Вот он Ага Все Можешь Идти Гулять И так Мы его Заводили По колено Постепенно И вот он Каждый день Ставился Вот таким образом Удар И в конце Я хотел бы Знаете Вам рассказать Что ж такое Освободение Ждение души Так Интересно Это будет Выглядеть Так Я Не личность Не разум Не мысль Не слышно Не слышно Не слышно Там Со звуком Что-то Вы меня Слышите Володя Там Звук Кнопочку Нажмите Кнопочку Кнопочку Нажмите Там Что-то Звук Пропал Ну Ничего Ничего Поправите Это Мы В следующий Раз Подготовимся И вы Расскажете Это Хорошо Вы Меня Слышите Слышите Да Там Что-то Звук У вас Пропал Ничего Обнимаю Володя Обнимаю Спасибо Большое Спасибо А я Всех Слушателей Наших Прошу Вот Видео Выставим Пишите Там Вопросы Володя Пишите Он Очень Интересный Собеседник Очень Интересный Собеседник Пишите Вопросы Да Мы Встретимся Скоро До встречи Спасибо Володя До встречи